Дорогие радиослушатели и зрители, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, режиссер Екатерина Голикова, Михаил Эверстов и в нашей студии гость, председатель молодежного парламента Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия Антон Васильев. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что нашли время прийти сегодня. Тема нашего эфира — Николаевский форум. Итоги победителей-организаторы. Он состоялся 13 ноября, не случайно в этот день, в этот день день рождения Михаила Ефимовича Николаева, который, собственно, и является инициатором этого форума «Идея принадлежит ему». И такой форум проводился впервые на площадке Zoom. Вы один из его организаторов. Ну и вопрос мой, наверное, совсем обычный. В самом начале нашего разговора я попрошу вас рассказать, как все прошло, какие надежды оправдались, что-то, может быть, как-то насторожило или разочаровало. Расскажите, поделитесь. Спасибо. В частности, да, начнем с того, что непосредственно инициатива самого форума исходит от Михаила Ефимовича Николаева. Непосредственно сотрудники Николаев-центра вышли с такой инициативой организовать именно молодежную площадку данного форума на Министерство молодежи наше. Благодаря Министерству были привлечены молодежные общественные объединения, в частности, и наш молодежный парламент, вместе с которыми мы, собственно говоря, и организовали один из треков данной молодежной площадки, трек по направлению права. То есть обсуждали мы вместе с участниками форума, то есть были спикеры, скажем так, представители большинства районов нашей республики, которые представляли свои различные проекты. Это были и какие-то нормотворческие, правотворческие инициативы, это были и, собственно говоря, идеи, которые уже сейчас реализуются. Хотелось бы отметить одну из, точнее, один из лучших, наверное, на наш взгляд, проектов именно в нашем треке «Право», это проект такой правового кружка, правовой кружок Фемида, собственно говоря, при, если не ошибаюсь, Майинском лицее Мегана Конголасского улуса, где ребята в свободное от учебы время вместе со своим учителем по обществу занимаются, собственно говоря, изучением права, играют в дебаты, у них очень много идей, и, собственно говоря, их инициатива, она выражалась в том, чтобы такие кружки создавать повсеместно в школах нашей республики. Мы считаем то, что это такая достаточно полезная инициатива, которую стоит поддержать, учитывая то, что вот когда мы поинтересовались у них, как много на это денег выделяется, насколько это сложно, ребята сразу сказали, что никаких денег нет, мы сами соорганизовываемся, самое главное то, что нас очень хорошо поддерживает наш учитель, который, собственно говоря, заключается уже в свою очередь поддержкой со стороны руководства школы. Вот, инициатива хорошая, и считаю то, что ее можно в целом внедрять повсеместно. На время начала форума, буквально накануне выходили вместе с Любовью Клюкиной, заместителем министра Министерства молодежи нашей республики, на тот момент было 59 заявок от тех, кто хочет принять участие в этом форуме. Пополнилось ли их количество, и ожидаемое ли это число, или вы думали, что их будет меньше, больше, может быть, приятно удивились? Да, учитывая, так, собственно говоря, наверное, сразу обозначу то, что заявок было точно более 100, я, к сожалению, сейчас не могу сказать, сколько точно, но... Может быть, наш эфир и помог, кстати, мы были накануне, может быть, потом раз, и интересный взгляд. Возможно, и помогло, да, поскольку мы, честно говоря, ориентирулись на, наверное, более скромные цифры, около 70-80 человек, поскольку данную площадку мы организовали достаточно короткие сроки, буквально полторы недели. И она была закрыта. Да, и помимо этого, конечно, ну, ковид сыграл свои, скажем так, правила, установил. Тем не менее, да, через Zoom достаточно много людей подключилось, и при этом дискуссия была достаточно живая. Включенные камеры, включали микрофон, люди выражали свои мнения, задавали свои вопросы. Насколько сейчас активно и небанально молодёжь, на ваш взгляд, на взгляд представителя молодёжи, вы сами молодой человек? Что по поводу молодёжи, можно сказать? В целом, ну, я считаю её достаточно креативной. Мы в целом по итогам работы нашего трека, вот я говорю за трек «Право», пришли к выводу, что молодёжь у нас сейчас более творческая, такая тяготеющая к чему-то креативному. И мнение у меня лично такое, что молодёжь на самом деле активна. То, чего она сейчас хочет, это, во-первых, какой-то открытости, во-вторых, исходя от открытости искренность со стороны тех, с кем в диалог вступает. Меня лично очень радует то, что молодёжь такая перспективная у нас. Вот пришла Любовь Клюкина, она заместитель министра, да, будучи молодой достаточно по возрасту, и преуспела и в материнстве. У неё двое маленьких детей. Вот вы, молодой человек, да, у вас тоже есть уже такая должность достаточно серьёзная. Плюс к этому вы ещё мой коллега, вы продюсер национальной вещательной компании творческого объединения «Яр», что означает создавать, творить. То есть тоже разноплановость такая, и, в принципе, много чего вы делаете. И мне кажется, это очень круто, что, несмотря на молодой возраст, уже люди таких побед, таких вершин достигают. Я просто свою молодость вспоминаю, но там как-то такого не было в моей молодости. Спасибо. Ну, да, кстати говоря, разрешите сразу обозначить то, что вот молодёжный парламент наш, он действует на общественных началах. То есть бытует мнение то, что вот мы, молодёжное общественное объединение, получаем там какую-то заработную плату, имеем бюджет. Хотелось бы сразу нести ясность. Единственное, что мы имеем, это небольшие кабинеты, компьютеры, и то не у всех. И чисто на своей инициативе ведём работу. Да, работая на НВК Саха, благодаря поддержке руководства компании, в 2020 году создали творческое объединение, собственно говоря, куда включили молодых ребят, которые хотели себя проявлять в телевидении, в блогинге. Вместе с ними создаём развлекательные передачи, как на якутском, так и на русском языке. Сейчас вот, допустим, в этом телесуре у нас две передачи, которые параллельно делаются, снимаются. Передача «Я молодой», которую я сам веду, и передача «Кивыча Тасар Серды», которую у нас ребята на якутском языке ведут. Вот вы сказали, что сейчас, да, ковид, пандемия внесла свои коррективы, свои правила, но тем не менее, таким образом, как будто получается, что у молодых людей больше возможности заявить о себе вот в онлайн-формате, в зум-формате, потому что не нужно никуда особо идти, и сейчас технологиями молодёжь владеет отлично, в отличие, допустим, от людей более старшего возраста. И как будто бы это даже легче сделать. И если раньше было всё-таки больше вот опыт, опыт, нужен опыт, да, там, допустим, даже там на работу, когда принимали молодых людей после обучения, всегда требовалось, сколько-то лет нужно проработать. Сейчас как будто бы эти рамки сдвинулись, сократились, потому что есть даже те люди, которые и учатся, и уже имеют какую-то должность, какую-то свою профессию на практике, да, они её осваивают уже. И мне кажется, это очень хорошо, это прям реально здорово. У меня мнение такое, значит, на самом деле совершенно двоякое. Да, с одной стороны, плюсы есть того, что выражать себя, непосредственно чего-то добиваться, возможно, легче. С другой стороны, если, допустим, мы берём там 3-4 года назад, до пандемийное время, на тех же интернет-площадках было намного меньше, скажем так, тех, кто там себя проявляет. Сейчас эти цифры уже выросли в несколько раз, поэтому, я думаю, сейчас всё-таки продвигаться через соцсети намного сложнее, чем, допустим, пару лет назад. Просто сейчас выбора нет. И сейчас, допустим, если говорить вот о том форуме, который прошёл 13 ноября, там могли принять участие молодые люди, девушки из районов нашей республики. Ведь так, им не нужно было для этого никуда выезжать. То есть это реально проще. Это, конечно, плюс, да. При этом всё же не хватает такого, знаете, живого общения, когда ты сидишь напротив человека и видишь, точнее, не только его слышишь, но при этом видишь его эмоции. Ведь во многом эмоции передаются не только словами, но и в его мимике, жестах. Ну да, тут согласна. Возможно, пандемия нам всем нужна для того, чтобы оценить вот эту теплоту общения, которая бывает только, когда ты видишь человека оффлайн. Да. И по поводу, да, опять же, возвращаясь, собственно говоря, к форуму, по поводу наших ожиданий. Самое главное, чего мы хотели этим форумом, конечно, заложить основу для того, чтобы в дальнейшем на этом форуме создавать те дискуссии, которые будут помогать молодёжи нашей республики создавать какие-то смыслы. Мы общались с Михаилом Ефимовичем Николаевым. В частности, мы предлагали ему несколько вариантов того, как форум, точнее, молодёжная площадка форума должна пройти. С одной стороны, предлагали какие-то стратегии создавать, там, до 2050 года, молодёжные стратегии. С другой стороны, это найти те смыслы, которые будут объединять. Михаил Ефимович нас сразу поправил и сказал, ребята, сейчас то время, когда вы должны не обдумывать какие-то стратегии на несколько десятков лет вперёд. Мир очень быстро меняется. Самое главное, что вы должны выработать, это те смыслы, которые будут вас объединять. Собственно говоря, поэтому мы таким образом нашу молодёжную площадку и построили. То есть сегодня в настоящем, жить в моменте, да, как сейчас говорят? Да. Очень модно. Можно ли сказать, что предлагаемые проекты, которые были предложены молодёжи на форуме, из предлагаемых проектов лидировали, или больше внимания получили те, которые как раз-таки возможны, вот, например, как Zoom-проект, как онлайн какие-то мероприятия, или всё-таки так не делилось? И вообще, какие проекты вам запомнились? Конечно, собственно говоря, хотелось бы сказать то, что больше всего внимания привлекли те проекты, которые могут объединять людей. Сейчас на то есть запрос не только там каких-то, не знаю, официальных лиц, на то есть запрос самого общества в том, чтобы объединяться. Опять же, мы говорили о пандемии, и что нужно понимать? То, что пандемия сыграла с нашим обществом, я считаю, злую шутку. То есть общество очень сильно атомизировалось, люди друг от друга отдалились, и для того, чтобы опять же какая-то жизнедеятельность продолжалась, мы же люди, как говорится, социальные существа. И, соответственно, очень такой, на самом деле, запрос существует на то, чтобы объединяться. А вокруг чего объединяться, это уже другой вопрос. Сейчас в приоритете личное здоровье, наверное, для каждого человека. И все-таки, мне кажется, может быть, и разъединило людей, но и показало возможность каждого заботиться, во-первых, о себе. Потому что если ты будешь заботиться о себе, то тогда вторым шагом уже ты можешь заботиться и о другом человеке. Если этот навык отсутствует относительно себя, то вот тогда такой какой-то эгоизм нездоровый. Конечно. Я с вами согласен, считаю, что во всем нужно иметь какие-то свои плюсы. Да, мне кажется, сориентировала все-таки сначала на свою личность. И когда мы общались с любовью накануне форума, она говорила, что больше всего заявок на экологическую тему, тему экологии. Так и произошло по факту? Или все-таки какие-то другие темы лидировали в процессе? Ну, как меня проинформировали, собственно говоря, главные организаторы, больше всего было людей именно на нашем треке, треке правового просвещения, более 30 человек, если не ошибаюсь, 34 человека. Ну, в целом, на экологии, да, я заметил, тоже было очень много желающих. И самое главное, у них что классно получилось, они смогли те проекты, которые были наиболее активны, они смогли их объединить и, собственно говоря, такое сообщество создать. Очень классно. И, опять же, в соответствии тому запросу, который есть у общества, запрос на объединение. Хотя, казалось бы, в пандемию должна была победить тема ЗОЖ, но нет, случилось по-другому. Такой показатель интересный. Да, Антон, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и за интересную беседу. Во втором блоке у нас будет новый гость, с которым я познакомлю наших слушателей и зрителей сразу в моменте. Вас еще раз благодарю, вам хорошего дня и удачи в ваших новых проектах, в вашей работе. Спасибо. Спасибо, Фикорда. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вы можете нас смотреть на телевизионном канале НВК Саха и слушать на волне Республиканского радио. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссеры Михаил Иверсков, Екатерина Голикова. А в нашей студии еще один гость, автор проекта «Экологическая школа» Сахаяна Каютанова. Сахаяна, здравствуйте. Всем добрый вечер. Проект, который вы представили на Николаевском форуме, который прошел на площадке Zoom на прошлой неделе, 13 ноября. И попрошу вас рассказать о том, почему вами выбрана была такая тема. Тем там было заявлено несколько. Вы вот сейчас с предыдущим гостем говорили, что странно, что не лидировала тема ЗОЖ сейчас во время пандемии. И ваше впечатление о самом проекте, насколько нужны такие, о самом форуме, насколько нужны такие форумы. Спасибо. Спасибо за интересные вопросы. Я, наверное, немного начну с самого начала. Давайте, начните по-своему, хорошо. Вообще, про что мой проект и так далее. Ну, повторюсь, меня зовут Сахаяна. Я сама экоактивистка, волонтерка волонтерского движения «Раздельный сбор». И в начале года весной «Алмаз Кредит Сервис», это кредитный кооператив, сделал конкурс экологических проектов, объявил о начале конкурса. И мы решили с группой таких же неравнодушных людей, как и я, объединиться и заявить о себе и о своем проекте, о нашем посыле для людей. Мы этот грант выиграли, и на эти средства реализовали арт-проект под названием «Мусор в кубе». Этот арт-проект представляет собой пустой куб из пластика, так скажем, поликарбоната. И туда выгружается мусор, который образуется в процессе жизнедеятельности одной семьи. Для отбора семьи у нас тоже был конкурс, принимали участие четыре семьи, и одна семья выиграла, семья Григорьевых. А почему выиграла одна, а те, что почему проиграли? Ну, мы сделали отбор, семья должна была соответствовать неким критериям. Понятно. И вот в процессе отбора… Ты думаешь, мы меньше мусора собрали? Это как раз про тот проект, который говорила заместитель министра молодёжи Любовь Клюкина, который выставлен был этот куб в парке, да? Да, да-да-да, как раз про этот арт-проект. И вся задумка в том, что куб представляет собой мини-версию полигона и показывает, что экологичным образом жизни можно уменьшить количество мусора на полигоне. Вот семья как бы собирала в течение трёх месяцев свой обычный мусор обычный, сухой, чистый, чтобы, ну, как бы, ну, такой, в общем, сухой и чистый мусор. И в конце мы должны будем выгрузить весь мусор, разобрать по фракциям, показать, какую долю можно переработать, какую долю вообще можно было бы избежать, если бы можно было бы заменить. Это имеется в виду пластик, да? Да, стекло. Пластиковые пакеты, например. Да, да-да-да-да, вот это вот, вот такие вот фракции. И то, что сдаётся на переработку сдать, то, что, ну, подвести некие итоги, в общем, статистику вот реальную, чтобы люди видели, почувствовали это, ну, по-настоящему почувствовали, не где-то там в интернете в цифрах увидели. И после того, как мы изумим все эти фракции, то куб у нас будет полупустым. И это будет наше, ну, не будет, а это и есть наше послание людям, что если каждый из нас будет придерживаться каких-то минимальных экологических привычек, то и куб каждой семьи, то есть наш полигон городской, будет наполовину пуст. А вот какие экологические привычки, вот вы, например, как волонтёр, теперь понятно, почему у вас именно так звучит ваш проект, так называется. Какие экологические привычки в вашей жизни присутствуют? Вот вы как, с какими привычками живёте? Самые простые, вот, наверное, сейчас как раз люди, которые будут видеть это в эфире, увидят, что я сижу в тканевой маске. Вот вместо одноразовых масок я использую тканевую маску. Вместо бахил, например, я использую тканевые бахилы. Каждый раз вместо того, чтобы, например, выбрасывать синие эти пакетики, они же тоже одноразовым пластиком считаются. Я сшила себе, ну, можно купить бахилы, и каждый раз, в общем, надеваю и использую повторно. Ну, это вот нужно каждый раз стирать. Потом маска, допустим, да, здесь же можно тоже спорные вопросы. Вот, допустим, медицинская маска, она на три часа, да? Через три часа её нужно поменять. То есть через три часа вы, тогда вам нужно ещё несколько масок, которые вы будете каждый день стирать. То есть это, ну, немножко заморочено. И бахилы то же самое. Ну, конечно, конечно. Это, вот, получается, это мои привычки. Я их никому не навязываю, просто показываю пример. И медицинская маска, конечно, да, это спорный, потому что это всё-таки, ну, медицинские. У кого-то могут быть такие, ну, убеждения такие, что не защищает и так далее. Это, конечно, ну, каждый сам решает, что какие привычки внедрить, носить маски или нет, это, конечно, вообще не обсуждается. Человек, это вот в чём, ну, наш посыл тоже, как и группы «Мусор в Кубе», и меня, как экоактивистки, это то, что вот экологичность должна исходить изнутри самого себя. То есть мы не должны кого-то навязывать, ну, как бы заставлять и так далее. Это всё должны исходить из внутренних побуждений. Ну, и получается, экологичность тогда это дешевле, вот, допустим, если использовать вместо нескольких пакетов, да, одну сумку, которая тоже тканевая, да, это можно стирать и брать с собой магазин. А вы вдруг почему вот стали так, такими привычками в свою жизнь, такие привычки в свою жизнь пригласили? Или вы всегда, может, так жили? Вряд ли, наверное. Нет, конечно, я не родила вся такая экологичная, так скажем. К этому тоже, к экологичному образу жизни. В жизни всегда, ну, как-то вот человек сам дозревает, и в один прекрасный день мы узнали, что мы с мужем ждём ребёнка. И тогда я поняла, что всё, что я сделаю, всё, что я съем, всё, что я буду носить, всё, что, в общем, вообще каждое моё действие будет как-то отражаться на жизни моего ребёнка. Я подумала, что сейчас пришла пора меняться, и увидела проблему, ну, уже другими глазами, что в мире слишком много мусора, даже в Якутске слишком много мусора, что мы уже за 50 лет второй полигон будем строить на том же Вилюйском тракте. Ну, что это означает? Это означает, что у нас слишком много мусора. И в наших силах, как у обычных людей, поменять расклад, просто вот внедрив маленькие такие экопривычки, например, там, не брать пакеты, носить свою сумку. Это очень просто. Конечно, тяжело в первое время, потому что забываешь, потому что это всё равно изменение образа жизни. К этому нужно тоже прийти, поэтому надо стараться, стараться, и маленькими шажочками пойти к более экологичному образу жизни. Жить экологично – это не означает, что мы должны отказаться от всего. Я иногда бывает, что маску эту забываю, забываю бахил, забываю свою сумку. Ну, что мне делать? Приходится брать. Но делать это не постоянно, как бы, ну, то есть я к тому, что можно чуть-чуть отходить, но при этом не так, что вот, ой, мне лень, а как-то вот принимать меры в будущем. То есть вот я сегодня забыла, надо завтра точно прийти домой, положить сумки там, чтобы, ну, на видное место, чтобы не забыть. Вот, поэтому вот в процессе вообще экоактивизма и реализации проекта «Мусор в Кубе» мы пришли к мнению, нас, кстати, трое, я же не сказала, Люба, Антонина и я, вот три неравнодушных гражданина. Это вот об этом ваша экологическая школа, да, ваш проект, в котором вы выступили на форуме? И вот экошкола как раз-таки вытек, ну, как бы, оказалась логичным продолжением нашего арт-проекта. Мы вот в процессе реализации пришли к тому, что всё-таки нужно начать с того, чтобы повышать экологическую грамотность, на что, в принципе, был и арт-объект направлен, чтобы человек озаботился, ну, как-то вот вложить семи идеи, так скажем, да, в душу человека. И было бы логичнее, если бы мы как-то обучили людей. И вот родилась идея создания экошколы. Насколько вам было комфортно выступать с вашим проектом на площадке? Насколько вы чувствовали вот какую-то обратную связь, резонанс, поддержку? Или вам было важно что-то другое? Мне, мы вообще начали, идея участия на Николаевском форуме именно исходила из того, чтобы найти единомышленников, найти, услышать критическую мысль других людей. Ну, потому что мы же всё равно, грубо говоря, привыкли жить в своём таком пузыре. Мы всегда общаемся с теми людьми, с которыми мы привыкли общаться, и они нас поддерживают и так далее. Вдруг бы со стороны, на самом деле, наш проект был бы неактуален. Вот, и вот, конечно же, ещё пройти акселерацию, по-моему, так называется, то есть менторство, наставничество, вот эти все, и выйти, конечно же, рассказать о себе широкому кругу лиц, поскольку там и среди жюри, и среди участников форума очень разнообразные, разнообразные, разнообразные люди, и чтобы у них тоже, оказывается, ну, как бы открылись глаза, что, оказывается, можно жить экологично, что есть такие проекты, просто хотя бы там, опять же, 7 идей вложить в голову каждого человека. Насчёт комфортности, да, конечно, было сложно, потому что это, ну, дистанционно, в режиме зум, и как-то, ну, меньше чувствуешь людей, но по факту оказалось, что собралась очень такая дружественная компания, хотя мы друг друга как бы не знали, но я как будто бы чувствовала, что мы все едины, и нами движет одна и та же идея улучшить экологическое качество жизни. Вам кажется, что ваша цель достигнута? Раз вы победители, чувствуете ли вы себя победителями? Насколько вот победа была ощутимой? Я думаю, что ваш проект выделили раз, вы сегодня в эфире, и одна из лучших. Я бы сказала, что даже не победители, а финалисты, да, я думала, что победители, а там же, как бы, это один из этапов отбора, то есть сначала нужно будет участвовать в форме, потом участвовать в школе, акси-вайтере, и там уже, когда, если проект будет один из лучших, то уже обучение в Москве. Это, ну, как бы, тоже очень важные этапы. И хотела, кстати, еще отметить другие проекты, которые были у нас в Треке экологии. Это «Отходам нет» проект. Это в рамках конкурса «Аталанта» Якутии тоже неравидоумственные люди из разных районов, не только вот горожане, как мы с Любовью, с Антониной, они совершенно с разных точек Якутии объединились и вот тоже продвигают идею экологии. Кстати, вот как раз-таки с ними у нас совместно и будет проект разработка мобильного приложения. И третий вот участник, который тоже финалист, Мирослав, к сожалению, не забыла фамилию, вот он из Агату, он выступил с идеей того, что нужно разработать мобильное приложение, у него есть ресурсы в плане того, что он дизайнер, может привлечь программиста, но при этом нет эксперта в области экологии. И как раз вот мы втроем решили по итогам этого трека, что будем презентовать один цельный проект, который бы все друг друга дополняли. И это было бы намного лучше, чем… — Работать в одиночку. — Да. — Но тогда, получается, цель достигнута, вы нашли и тех, кто с вами… То есть вы не встретили противоречий никаких, наоборот, нашли тех людей, которые с вами вот в одной лодке, готовы плыть и стартовать дальше. — Да, это очень замечательно. — И отлично, что там… что итог — это вот обучение в Москве. Сахайна, огромное спасибо вам за то, что нашли время и пришли сегодня. Спасибо нашим слушателям и зрителям, которые… Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас третий блок и в нашей студии гость, студент третьего курса Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, Северо-Восточного федерального университета Алексей Яковлев. Алексей, здравствуйте. — Добрый вечер, Якутск. Для начала хотел бы еще раз поздравить Михаила Ефимовича Николаева с прошедшим днем рождения и поблагодарить за его вклад в нашей республике. Сам я являюсь студентом третьего курса отделения организации работы с молодежью, руководителем которой является Егоров Марк Николаевич. У нас это молодая профессия, то есть у нас только один выпуск. — Спасибо за резюме. И я хочу напомнить, что мы говорим о Николаевском форуме, который прошел на прошлой неделе, 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича Николаева, которого вы сегодня поздравляете по скрипту. И с чем вы пожаловали на этот проект? Какие ваши впечатления? Что для вас получилось, а что, может быть, не очень получилось? — Ну, трек ЗОЖ, да, здорового образа жизни. Для всех этот термин уже известен. Но ведь образ жизни формируется обществом или группой, в которой живет человек. Поэтому формирование ЗОЖ — это задача не медицинская, а воспитательная. Поэтому я долго думал по поводу своего проекта, с каким проектом я буду участвовать. И решил с проектом «Интерактивный форум-театр», то есть «Сделай правильный выбор», целью которой является профилактика негативных проявлений среди молодежи. То есть это в треке ЗОЖ, но речь идет о театральной сфере? Ну, да. То есть, если кратко рассказать о проекте, для начала, ну, там есть несколько задач. Во-первых, формирование команды, то есть режиссер, нарколог, клинический психолог и семейный психолог, и все они работают для того, чтобы актер был в нормальной форме, когда... Да, то есть актерами будут непрофессиональные актеры, да, то есть полонтеры, и они будут работать с режиссерами, то есть и будут показывать именно социальные представления для студентов и школьников. То есть в течение года будет 10 выездных мероприятий, все в пяти школах и пяти высших и среднеучебных заведениях, то есть они будут именно показывать реальные жизненные ситуации, в котором вот... То есть такой живой театр, получается, что волонтеры – это актеры, да? Да, волонтеры – это актеры. А режиссер и остальные специалисты – это все настоящие специалисты? Да. Которые помогают вот этим волонтерам поставить спектакль про их жизнь, про настоящую жизнь. Как проходит жизнь школьника, да, как проходит жизнь студента? Так? Да. А почему вы решили интересный такой проект? Что вы хотите рассказать из жизни? Вы сами студент, были школьником. Что вы хотите явить миру? Вот какую правду, какую живость? Вот этой жизни школьно-студенческой. Вы бы сами, кстати, были бы кем актером или режиссером, вот если бы в таком проекте поучаствовали, не только были его, его предлагали. Ну, я бы тоже в качестве актера тоже выступил бы и именно показал бы вот для молодежи, вот, что надо вести здоровый образ жизни. То, что будет именно, если вы не, ну, пример же будем показывать реальные истории, ну, из этих негативных проявлений. Мне кажется, это очень интересно, правда, вот прям искренне, мне кажется, это круто. И вот показать, как в школе живут, допустим, школьники, да, на самом деле, чего у них не происходит, да, какую информацию они не получают. Там, главное, например, оценки, да, а что-то, что на самом деле важно в жизни, это упускается. У нас есть звонок нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я звоню Смекина-Кангаласского Луса. Меня зовут Нарьяна. Да, Нарьяна. Я бы вот хотела спросить у Алексея, а когда вы планируете реализовать свой проект и что дало вам участие в данном форуме? Нарьяна, спасибо большое за вопрос. Спасибо за данный вопрос. По поводу проекта, если вот дадут грант, то есть реализацию, да, я бы хотел уже начать вот реализовать. И насчет второго вопроса. Этот форум, точнее этот Николаевский форум, да, дал мне именно новые знания, то есть эксперты, эксперты новые рекомендации дали по поводу проекта, как лучше сделать и так далее. И как лучше сделать, вот допустим, если, кстати, классный проект реально, потому что в принципе, да, вот здоровье-то в общем-то нарушается как раз-таки в школе, да, там же первые опыты употребления спиртных напитков и сигарет, потому что ты, ну, чтобы не быть не как все, слава богу, если сейчас в школах по-другому, я точно не знаю, как сейчас дела, но я думаю, что, наверное, не на 100% все зошники. И возможно, если бы на каком-то этапе детям как-то правильно рассказывали, да, и вот в такой вот форме игры, в форме спектакля, в форме театра, про то, что происходит, да, и что может случиться, и как бы было бы здорово, например, потратить свою жизнь и сохранить здоровье, да, на какие-то такие полезные для себя, во-первых, вещи. Это реально прям круто. Вы бы с чего начали, вот если помечтать, может быть, с какой-то школы уже конкретной? Ну, для начала хотелось бы именно школы, вот именно центральных, ну, центральных... Районов? Районов, да. А почему именно центральных, а не с пригородных школ? Центральные заметнее? Центральные, да, заметнее, и с ними более вот легче вести работу, чтобы то, что они рядом, да, ну, для начала, потом уже в дальнейшем развить свой проект, и уже в УЛУСы, выездные мероприятия в УЛУСы. И вот... Простите, я вас перебью, вы не забудьте, о чем хотели сказать, у нас слушатели, чтобы не ждали. Алло, здравствуйте. Раскачались наши зрители. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Бека, я из города Якутск. Я бы хотела поддержать Яковлева Алексея. Данный проект мне очень понравился, и хотела бы спросить, вот какие контактные данные у вас будут, потому что я заинтересована в данном проекте, и было бы классно, если бы вы включили свою команду, если она как у вас так полностью не образовалась, я помогу, чем смогу. Спасибо. Видите, как круто. Вы можете сказать, в Инстаграме, может, вас можно найти, или, возможно, есть уже какой-то аккаунт конкретно под этот проект. Смотрите, уже у вас есть единомышленники, да, люди, которые готовы помочь. Я бы хотел дать аккаунт своего отделения в организации работы с молодежью. Там в Инстаграме иакэн.орэм иакэн.орэм И сможете связаться через данный аккаунт. Или девушка может оставить свои координаты нашему режиссеру, позвонить еще раз, оставить координаты, и режиссер передаст их Алексею. Так еще можно сделать. Я вас перебила, вы сказали, что потом поедете вы по районам республики. Я бы хотел сказать, что реализация проекта, она позволит достичь таких положительных эффектов, как формирование и повышение социальной компетентности подростков и молодежи. Именно снятие тревоги и напряжение изменения в позитивную сторону ценностных ориентаций. То есть отказ от негативных привычек для молодежи. Негативные привычки, это вы имеете в виду? Точнее, отказ от негативных стратегий поведения. Ну, это вообще здорово, потому что тревожность, она же всему мешает, да, и мешает рассказать урок, какое-то задание, да, мешает проявить себя. Ученик может знать отлично, да, вообще у него могут быть какие-то суперкреативные идеи, но из-за того, что он волнуется, излишне тревожится, или на него слишком много надежд, там, его родители или его учителя, он может просто не справиться с состоянием тревоги и совершенно ничего не смочь, когда ему нужно вот как раз-таки сделать какой-то такой решающий, да, шаг и рассказать, заявить о себе. А у вас у самого, когда вы предъявляли свой проект, были ли какие-то сложности вот в выходе на площадку Zoom? В выходе на площадку Zoom у меня вот, ну, таких особо сложностей не было, так как я уже не первый год обучаюсь в дистанционном формате, то есть уже есть опыт. Я не про технические вещи, я вот как раз-таки про эмоциональные вещи. А, про эмоциональные. Технические, я понимаю, что все в порядке. Про эмоциональные вещи, но по поводу вот выступления проекта именно, да? Да, когда вы представляете свой проект, когда вы ждете, как отреагирует аудитория и вообще насколько вот вы смогли донести то, что вы хотите? Мне было приятно то, что эксперты заинтересовались данным проектом и обсуждали именно со мной, именно как правильно надо писать и так далее. И они сами тоже навстречу пошли и оставили свои контактные данные, то есть хотели бы со мной именно сотрудничать в дальнейшем. А вы почему решили, вот почему вам близка эта тема, какая-то ситуация у вас была или почему решили вот такой проект создать, заявить о таком вопросе? По поводу данного проекта, в одной статье я, ну я наткнулся на одну статью, сахалаев.ру на сайте, там было написано то, что в последние годы преступления, совершаемые мы, несовершеннолетними, ну выросла, то есть за 2020 год около 400 преступлений было. И хотелось бы, ну подумал, то что проблема данная, данная проблема слишком, ну вот... ее нельзя просто так выпустить из внимания. Да. Она важная, согласен с вами, да. И вам захотелось помочь, найти вот эту причину, да, откуда вот... Да. Потому что, в принципе, преступление, это же получение внимания в свою сторону, почему нельзя это сделать на позитиве, да, а дети идут в какой-то негативный опыт, и, к сожалению, делают это не так редко. Алексей, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию, рассказать о своем проекте. Я хочу пожелать вам удачи и в реализации. Это реально будет круто, если в Якутске появится вот такой театр, живой театр, где смогут принимать участие, быть актерами сами дети. Спасибо. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. Вам хорошего вечера. Дерзайте, участвуйте в форумах и побеждайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!